Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Не так давно я делал несколько интересных видосов о продукции китайской фирмы Bazeus. У меня был обзор на огромный пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер, который может заряжать ноутбуки, и обзор на беспроводные ТВС-наушники с очень объёмным аккумулятором. И тогда я зарекнулся, что фирма Bazeus прислала мне кое-какую приблудину для автомобиля. Вот, ребят, она. Это автомобильный насос. Он у меня уже больше месяца, попользоваться им пришлось лишь пару раз, к счастью. Но обо всём по порядку. Погнали! Вот в такой коробочке, типичной для фирмы Bazeus, прислали устройство. В принципе, выглядит всё минималистично и стильно. Название фирмы, лицевой вид устройства, ну и какие-то небольшие значки с очень важными характеристиками. Сзади вот такой вот большой рисунок, на котором колесо, насос и, грубо говоря, небольшая инструкция. Продается такой насос на сайте Алиэкспресс. Я ссылку оставлю в описании. Стоит эта штука, в принципе, не так дорого. И, думаю, любому автовладельцу будет полезно. Сейчас у нас грядёт Новый год. Вот, думаю, в подарок такую штуку на Новый год подарить мужику просто необходимо. В коробке у нас сама вот такая пластиковая ванночка. Там в ней насос лежит. И ещё на дне лежит вот такая коробочка. Всё, коробка основная пустая. Вот в этой коробочке находится сам шланг компрессора. Вот такой кабель в прикуриватель. И мешочек для хранения всего этого добра в автомобиле. Мешок, кстати, из приятной ткани, но такой скользкий. В принципе, на нём не будет заметна грязь. И прилипать она к нему не будет. Теперь, ребят, посмотрим на сам компрессор. Он небольшой, не слишком тяжёлый. Можно даже сказать, что лёгкий. И вот такой стильный. Как и все, в принципе, устройства от BASIUS, это устройство выделяет очень стильный внешний вид и качество сборки. Компрессор действительно очень компактный по сравнению со всеми другими, что приходилось видеть раньше. Его корпус имеет soft-touch покрытие, чтобы он не выскальзывал из рук. С одной стороны вроде бы неплохо, а с другой, в принципе, вот тут в углу. Не знаю, видно или нет, но уже soft-touch покрытие подстёрлось. И это всего лишь пару раз я накачал колёса в своём автомобиле. На верхней стороне корпуса четыре кнопки, основные рабочие. На них есть значки. В принципе, интуитивно понятно, но когда я подключил первый раз насос, ни хрена не понял, как его включить, где вообще тут манометр и что с ним делать с этим насосом. Короче, рассказываю. Вот эта кнопка с лампочкой включает подсветку из четырёх светодиодов. Вот тут вот как раз она спряталась. Очень удобная штука. В темноте как раз подсветить, найти ниппель. Респект производителю, что дополнил компрессор вот такой вот мелочью. Вот этими двумя средними кнопками мы выбираем тип автомобиля. Легковушка или более серьёзный аппарат, типа какого-нибудь кроссовера или что-то ещё более серьёзное. Ну и последняя кнопка включает компрессор. В принципе, всё просто. Чтобы включить компрессор, сначала его надо подготовить к работе. Берём шланг. Шланг, кстати, неплохого качества. Чёрный. Весь промотан ниткой. Крепкий. Вопросов к самому шлангу нету. А вот к его креплениям вопросы остались. Во-первых, вот эта хреновина сделана из пластика. Что, на мой взгляд, совсем не продлит её срок службы. И вот это крепление, и вот это крепление на другом конце шланга также сделаны из пластика. Видите, вот эти два ушка. Теперь смотрите сюда. Мы берём компрессор. У него есть два отверстия. Одно для питания, другое для шланга. Вот отверстие для шланга. Сюда мы его и устанавливаем. То есть вот эти две палочки должны совпасть вот с этими двумя выемками в отверстии. Соответственно, сопрягаем устройство эти. И теперь, чтобы шланг при работе от давления отсюда не вылезал, нам нужно его повернуть по часовой стрелке, закрыв в замочек. После этого я вам не рекомендую разбирать этот компрессор. Потому что, думаю, при вот такой частой разборке его, вот эти вот лапки отломаются. И где искать такой второй шланг? Одному только, Господу Богу, известно. Ну и, соответственно, всё просто. Вот сюда подключаем питание. И вот эту штуковину вставляем в прикуритель автомобиля. Провод тут длинный. Можете вокруг автомобиля наматывать круги, не выключая компрессор. Компрессор, в принципе, длины хватит. Ну вот, компрессор подготовили к работе. Теперь как-то шланг к ниппелю подсоедините. На компрессоре выбирайте тип своего автомобиля. Ну, в данном случае выбираем легковушку. И вот тут в кнопке загорится лампочка. Она загорится красным цветом. Это означает, что давления в шинах по версии компрессора не хватает. И далее нам нужно будет нажать кнопку работы. Всё, компрессор включится, будет накачивать колесо автомобиля. Мне было интересно, когда же он остановится. Что будет первым? Рванёт колесо или перегорит этот китайский друг? Потому что манометра я тут не обнаружил. Но всё оказалось нормально. Через какое-то время компрессор выключился. И красная лампочка на кнопке загорелась зелёным светом. Я подключил манометр, посмотрел. Колесо оказалось на два деления. Перекачено выше нормы, рекомендуемой производителем. В принципе, неплохо. Хорошо, что немного перекачено. Можно слегка подспустить. Компрессор шумит прилично. Как и обычные устройства подобного типа. Вот тут в этих решётках идёт захват воздуха. Из-за того, что компрессор не настолько тяжёлый, при работе он начинает по асфальту гулять. У меня он вообще уехал под машину. Потом пришлось его вытягивать за эти шнуры. Внизу вот такие две ножки резиновые. Ну, толку от них никакого в плане устойчивости. Единственное, позволяют асфальту не царапать пузо компрессора. Потому что очень уж он нежный. Что могу сказать в итоге? Дизайн прибора получился привлекательным. Но только ли дизайн нам нужен, ребят? Да, нам нужен не только дизайн, но и удобство эксплуатации. И главное, чтобы устройство выполняло поставленную задачу на все 100%. С работой он справляется. Реально из минусов хочу выделить отсутствие манометра. Может, в новой версии устройства его сюда добавят. И хреново, что нельзя поставить в настройках автоматом нужное давление в шинах. То есть он постоянно будет накачивать своё давление, зашитое в памяти. Либо легковуха, либо что-то потяжелее. Всё. Кстати, сейчас посмотрел в интернете. Вот этот провод 3,2 метра. И в штекере находится предохранитель 6,30 мм на 10 Ампер. На этом всё. Мужики и дамы, покупайте себе или в подарок это устройство по ссылке в описании под этим видео. Стоит относительно недорого. В хозяйстве вещица полезная. Ну и аналогов полно. Если не понравился этот, ищите другой. Подписывайтесь на канал, нажав вот на этот кругляшок. Ещё у меня есть канал в Дзене. Недавно начал его вести. Ссылка тоже будет в описании. Там есть, что почитать. Короче, все интересные ссылки в описании. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч.